МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас у нас, с учетом того, что в конце августа грядет начало нового юношеского первенства, начинаем работу с тестирования ребят. В принципе, работа эта ведется всегда. Единственное, что в этом году немножко есть у нас изменения по средствам и методикам мы сейчас тестируем ребят по тем тестам, нормативам, которые предложила федерация. Они новые, они более, скажем так, где-то, когда мы рассматриваем вопросы уровня технической подготовленности, более приближены к игровой ситуации. Опять же, если мы раньше тестировали технические какие-то элементы, не учитывая, как футболист выполняет действия правой ногой, левой ногой, то сейчас в этом плане именно правая, левая нога, как бы тоже для нас информация, над чем работать, ребятам. Для того, чтобы понимать, откуда взялась новая программа тестирования, надо обратиться к концу прошлого года, 21-го, когда вместе с Российским футбольным союзом, Федерация футбола начала адаптацию новой учебной программы. Эта учебная программа, она разделена на несколько этапов ее внедрения в нашей стране, в каждую спортивную школу, в каждый футбольный клуб. Одним из этапов является это сегодня проведение тестирования. То есть там есть тесты, не только просто побежали, прыгнули и там кто дольше продержался там на дистанции, да, а именно идет специальный, специфический тест. Это ведение, финт, отбор, прессинг, игра один в один там, то есть передача мяча, удар на точность. То есть все игровое, все реальное, все именно как требует игра сама. Результат тестирования этой информации для тренера, прежде всего, для того, чтобы я уже говорил, планировать грамотно учебно-тренировочный процесс. Естественно, от качественного учебно-тренировочного процесса, от его качественного планирования и осуществления зависит, в принципе, и успешное выступление, затем в юношеских первенствах. Но если брать по ребятам, по группам наших, кого мы охватываем, мы охватываем все группы, которые у нас в центре подготовки. Значит, мы на прошлой неделе среднего возраста тестировали, это 2008, 2009, 2010. Сегодня у нас дает 2006-2005 год рождения. Сегодня будет сдавать у нас в браслевом мяча из аута игру один в один, где будет оцениваться игра в атаке, где он применяет финт, обводку, и будет оцениваться в этом же тесте игра в обороне. То есть игрок отобрал, балл заработал, отобрал, забил в мини-оборота, два балла заработал, ну, такая отчетная система. Ну вот, и передачу мяча сегодня они задают. 15 тестов в программе, где есть на физическое качество оценку, значит, часть, на техническую, на тактическую. То есть все будет через игру, через технику, через владение мячом, ну, естественно, через скорость. Эти тесты, их не было до сегодняшнего дня, и сегодня наша задача их провести, увидеть уровень наших ребят, и, естественно, посмотреть, как идет соотношение РФСовской программы и нашей. Ну, градация большая, результатов, конечно же. То есть есть и хорошо, есть и отлично, есть где-то удовлетворительно и даже плохо. Ну вот, но это все большой процесс обучения. Плюс не забываем, что есть определенные, значит, периоды взросления, где какие-то показатели проседают, какие-то повышаются. То есть в целом, в целом, если взять, опять же, вот этот вот этап внедрения РФСовских тестов, да, в принципе, мы недалеко от них находимся, даже некоторые показатели мы превосходим. То есть, ну, это даст сегодня нам оценку очень хорошую и пишет для размышления, да, в какой направленности у нас хорошо, а в какой у нас сегодня где-то мы не дотягиваем. Соответственно, из этого анализа мы можем уже понимать, как двигаться дальше. Сегодня футбол – это игра скоростей, старт-стоп, так называемый. То есть мы сегодня это… футбол решается все в маленьком проценте. Вот это там 10% футболист делает ускорение и торможение за матч. Из всех там видов, там, бег, ходьба, прыжки. И вот эти 10% решаются с ходу матча в эти 10%. И очень важно смотреть именно скоростные способности футболистов. Вот эти 10 метров, челночный бег 3 по 10, где идет рывковая старт-стоп, рывковая тормозная работа. И хотелось бы в этих показателях, наверное, иметь более лучшие цифры. Но вот сегодня там есть ребята, которые выдающиеся, показывают хороший результат. Но есть, где хотелось бы подтянуть эти показатели. Мы чуточку бег уже понимаем сегодня по-другому. Не как просто бег, да, он бежит, с мячом не бежит. А именно уже, знаете, как производим детализацию. Потому что техника передвижения очень важна сегодня. Это рациональная… Если будет рационально использована двигательная способность, и, соответственно, будет меньше энергозатрат, будет качественное владение мячом. Да, сегодня это большой вопрос. Это достаточно серьезная проблема, которую надо решать. И мы, благодаря этим же, также этим же тестам, можем это вывести.